Африканская чума свиней благополучно миновала. В регионе новая напасть. Местечки лесной областного центра в природоохранной зоне начали гибнуть деревья. Несколько лет уже назад началось наблюдаться, что кора с деревьев начинает опадать. Потом появилось много дятлов. Значит, кормовая база у них стала, жуков этих много развелось. Прилетели раньше не было дятлов, например. Сейчас дятлов много развелось в лесу. И вот падает и падает кора с деревьев. Сейчас уже проходите, посмотрите сами. Они почти все уже упали, кора. То есть, если их сейчас не убрать, мы лишимся и до строки, и до малинок леса. Очень быстро идет распространение заболеваний от этого. Напуганные жители Леснова написали обращение в управление Россельхознадзора. При выезде на место и осмотре территории лесного массива установлено, что причиной гибели являются жуки семейства короедов. Кроме того, выявленные повреждения личинки под корой, а также вылетные отверстия размером более 3 мм, свидетельствуют о заселении отдельных деревьев жуками семейства усачей рода моногамус. Или типограф, как называют его биологи. Вообще, эти жуки являются вторичными вредителями, то есть, отдают предпочтение больным деревьям. Но при сильном размножении нападают и на здоровые. Так получилось и в лесном. Вердикт специалистов – во избежание заражения других деревьев вырубке подлежит более 14 тысяч квадратных метров лесного массива. В настоящее время выполняется предписание Россельхознадзора по санитарной рубке деревьев сосны и ели на зараженном участке. Необходимо все мероприятия провести до начала апреля, пока жучок находится под корой, чтобы вывести и обезопасить от заражения следующие посадки леса. Местные жители вырубке зеленой зоны не препятствуют. В конце концов, речь идет о человеческой безопасности. Сухие зараженные деревья падают от малейшего дуновения ветра, не говоря уже об угрозе пожара. Единственное, о чем просят жители лесного – не просто вырубить лес, оставив пустырь, а сохранить зеленую зону, высадив новые деревья на месте старых.